друзья всем привет вот такой вот мы собрали сегодня урожай это у нас его величество тыква и вот немножко собрали таких вот грецких орехов ящик в общем друзья наступила осень собрали тыкву освободили место под футбол и хочу вам сегодня поделиться с вами хочу полезным советом что касается тыквы тыквы бывают разные видите и серые и желтые и зеленые но все они очень полезные ну вот даже есть такая вот оранжевая тыковка но вот мне кажется оранжевые вот эти они самые и внутри самые оранжевые сейчас подробно покажу разрежу в общем дело в том что все мы знаем что канарейки наши любят морковку и это хорошо и даем морковку круглый год но друзья не надо забывать такой вот царицы огородов я бы сказал тыкве тыква содержит в 5 раз больше каротина чем морковка вот друзья видите вот так она выглядит в разрезе друзья помимо каротина тыква также содержит бета каротин и альфа каротин то есть два разных вида помимо всего прочего тыква содержит так если я не ошибаюсь витамин а витамин е к с кстати c как раз осенью хорошо укрепляет иммунитет ваших птичек чтобы птички были здоровы вот пожалуйста элементарно тыква это подходит как канарейкам так и попугайчикам попугаи крупные средние ну допустим как альки карелы без труда кушают тыквенные семечки тем самым происходит герметизация то есть птичка чистить себя от паразитов от разных также в тыковке содержится еще у нас витаминчики b1 b2 b3 b4 b5 b6 вот такая вот долечка ну и помимо меня помимо витаминов также содержится еще и минералы что тоже очень полезные птицам как раз сейчас птица у нас после линьки у кого то линька затянулась и минералы я думаю не помешают такие как кальций железо магний фосфор натрий цинк так медь по моему марганец и даже селен тыква содержит селен в общем друзья смотрите кто никогда не давал тыкву своим канарейкам возьмите вот такую вот долечку сейчас я вам покажу вот здесь у меня долька миллиметра наверное три а вы еще тоньше сделайте миллиметра в общем сделайте так чтобы она прям светилась эта долечка ваша и на прищепочку на прищепочку вот я любитель прищепочек можно прищепнуть будет сюда на проволочку и канарейка с удовольствием будет кушать если не получится если не возьмет возьмите такую же долечку морковки сделайте тоненькую морковочки повесьте морковку будет на следующий день дайте такую же дольку тыковки и она должна будет попробовать и распробовать и со временем начнет кушать если уж и такой метод не поможет вы присыпьте эту тыковку можно присыпать допустим вот я заготовил здесь несколько штук можно присыпать семенами мака рапса ну что ваша канарейка любит тем и присыпьте в принципе все канарейки любят рапс любят мак мак кстати нормализует пищеварение чтобы не было никаких расстройств мак за это отвечает и будет полезно вашим канарейкам вот друзья обратите внимание я закрепил на скрепке долечку тыквы с таким любопытством канарейки видите подходят немножко их смущает аппаратура вот видите как и вот так если с утра даешь что где-то к вечеру уже в принципе ничего не остается особенно где стайки сидят там я заметил когда они в стайках кушают у них там аппетит получше то ли они боятся что не успеют хватают друг по перед другом вот такое я заметил в общем друзья не забывайте давать тыкву своим канарейкам я сейчас вам в конце ролика сделаю фото как я допустим ну как я предлагаю эту тыкву канарейкам там можно мелко порезать можно мелко порезать зелень и смешать с тыквой мелко резаной и все это на блюдце можно значит разными методами можно на крупную терку посы натереть и также на блюдце такие вот блюдца ну можно поменьше блюдца использовать также на блюдце присыпать маком присыпать зеленью ваши канарейки за это вам скажут большое огромное спасибо и когда придет сезон размножения они вас порадуют положительными результатами у вас будет и оплот хороший и яйценоскость хорошая и у канарейки будут в хорошей форме вы не будете жаловаться что вот яйца пустые допустим или птенчики помирают слабенькие рождаются друзья вот чем мы сейчас лучше накормим своих канареек разнообразно тем они лучше отблагодарят нас весной в период размножения продолжение следует подписывайтесь на канал всего всем хорошего до свидания кстати это канарейки которые я купил на выставке они вот выросли и вот это вот одна которая хвост есть она повыдирала всем хвост дрались они примерно неделю-полторы как раз линька была и дербанили хвост и теперь вот они купаются у меня день через день ну и потихоньку восстанавливаются драться перестали и